В окрестностях Нарьинмара созревает морожка. И, судя по всему, урожая хватит на всех. Даже на возвышенных местах, благодаря необычно жаркому лету и отсутствию ветров, ягод много. Да, морожка уже созрела. Традиционно эта северная ягода начинает свистеть с середины июня, а плодоносит ровно через 30 дней, как мы и видим. Морожку можно есть в свежем виде, можно варить соки, морсы, компоты или печь пироги. А ещё на морожке можно заработать. То есть собирать и сдавать в потребительские общества. Особенно активно собирают ягоды жители Нижней Пёши, Омы, Неси, Харуты, Устькары и Каратайки. Им выплачивается порядка 250 рублей за один килограмм морожки и от 120 до 150 рублей за другие ягоды. Жители севера прогнозируют урожайность морожки по разным приметам. У учёных подход научный. В заповеднике Ненецкий идёт очередной этап мониторинга урожайности морожки. Проект продолжается четвёртый год. Царскую ягоду фотографируют, измеряют и пересчитывают учёные из Москвы. Мария Мишина – волонтёр непростой. Она – кандидат биологических наук. Окончила Белорусскую сельхозакадемию, Институт экспериментальной ботаники и Токийский университет сельского хозяйства и технологий. Здесь, на территории заповедника Ненецкий, в Кузнецкой губе, проводят мониторинг морожки, то есть выясняют особенности роста и развития этой ягоды. Чтобы получить объективные данные, Марии приходится обследовать разные участки – ровную поверхность, склоны, низины, болотные кочки. Данные собираются с площади одного квадратного метра. Сколько женских и мужских растений, высота – от самого низкого до самого высокого. Для чистоты исследований волонтёру приходится делать более 300 снимков в день. В кадре только морожка. Я обследовала несколько популяций морожки и сделала выводы, что морожка, которая произрастает на возвышенных местах, она раньше вступает в период светения. То есть она раньше начнёт плодонаносить, и её продуктивность будет выше, чем у морожки, которая произрастает в низменных местах. Также были собраны биометрические показатели, но данные нуждаются в дальнейшей обработке. За день Мария успевает обследовать около 16 популяций. Ходить приходится много, но молодой учёный доволен разнообразием и богатством тундры. Наша северная ягода цветёт с июня по июль, поэтому на снимке и белые цветы, и уже красные чашелистики с завязью. И ещё видны совсем молодые растения. Кроме замеров, большое значение для полноты исследования имеет вес листьев растения. Вот такие невесомые листья взвешиваются с точностью до миллиграмма. Данные фиксируются, а образцы сохраняются в высушенном виде. Именно с ними биологи будут работать в Москве. Ещё одна цель исследований – определить, от каких факторов зависит урожайность лекарственных растений на примере морожки обыкновенной. Это поможет учёным составлять точный прогноз урожая. Валентина Чебичек, Мария Кравченко, Александр Дуркин, Телеканал Север.